Всем привет! Меня зовут Таня, и сегодня Господь ведет нас к Евангелию от Матфея, к 13 главе, к 1 и 2 стихам. Давайте прочитаем. Здесь написано. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу». Итак, интересно то, какие места Иисус избирал для служения и учения. В этом случае нам говорится о том, что он сел у моря. В другом случае нам рассказывается о том, как Иисус проповедовал за городом. В еще ином на горе. И лишь совершенно в небольшом количестве случаев нам рассказывается о том, что Иисус учил в храме или в синагоге. При этом самые великие чудеса Иисуса, воскрешение Лазаря, воскрешение сына вдовы, воскрешение дочери Иаира, освобождение гадринского одержимого, исцеление немысливых у вечных, все это происходило за пределами зданий синагог и храма. Из этого следует, что свое служение Иисус никогда не связывал со зданиями собраний и не ограничивал их пределами, но служил людям в любом месте, куда вел его отец. В действительности Иисус служил в каждом месте, в котором он только сталкивался с проклятием, побеждая его. Когда он шел и увидел Плороцейсию и плачущую вдову, он пошел и воскресил ее сына. То есть фактически это произошло на дороге. Женщина с кровотечением получила свое исцеление посреди толпы народа в то время, когда Иисус направлялся к дому Иаира, фактически на дороге опять. Помазание Иисуса действовало в каждом месте, где он только не находился, и побеждало проклятие, принося людям избавление и освобождение, достигая их Царством Божьим. В конце концов Иисус проповедовал о том, что приблизилось Царство Божье, ходя по всем городам и селениям. Не сказано почему-то посещая все синагоги или синагоги всей городов и селения, но сказано города и селения. То есть акцент делается не на здания, но на людей и на их нужды. Итак, видим, что служение Иисуса выходило за рамки зданий синагоги храма, будучи сконцентрировано фактически за их пределами. Ведь в зданиях жила религия, а за их пределами Иисус отвечал на реальные нужды людей. Вот почему большинство величайших чудес Иисуса не имеют отношения ни к храму, ни к синагоге. И в этом для церкви, для людей Божьих пример. Господь призывает нас не столько к служению в молитвенных домах и зданиях, сколько за их пределами, где Он сможет через нас отвечать на живые нужды людей, где помазание на наших жизнях будет достигать людей Царства Божьим в любом месте, куда Господь нас посылает. Таким образом, наше служение, то есть служение верующих, начинается не внутри здания собраний, а наоборот, за его пределами. Конечно, в теле Христа есть люди, служение которым может быть в определенной степени привязано к молитвенному дому. Например, что касается пастыря, который научает свою общину, которая регулярно собирается и к нему в определенном здании. Хотя и Он должен вести людей прежде всего своим личным примером своей личной жизни веры, ведь на то Он называется пастырь, то есть пастырь, который ведет за собой свое стадо. А жизнь опять-таки простирается намного дальше зданий, намного далеко за пределе зданий и собраний. Итак, нам нужно осознать, что Иисус поручил нам продолжать Его дело, Его служение, которое никогда не было привязано к зданиям, а наоборот, было сконцентрировано за их пределами, простираясь намного дальше их. Поэтому и мы не должны замыкаться в молитвенных домах, но идти за их пределы, идти в места, куда Господь посылает нас, в различные сферы общества, ведь именно там начинается наше служение. Потому что именно там находятся люди, наиболее нуждающиеся в действии силы Божьей и помазания Духа Святого, чтобы оно побеждало проклятие, в котором они застряли. Вот где и вот в чем заключается наше служение. Служение всех верующих, пришедших с неба через рождение свыше. Ведь у нас сказано в книге Откровения 1.6, что Господь Иисус одел нас царями и священниками, не просто священниками, привязанными к храму, но сначала сказано царями. Потому что мы призваны идти намного дальше молитвенных домов и иметь дело не с традициями и церемониями, живущими в храмах, но с реальной жизнью, побеждая проклятие благословением. Вот к чему имеет отношение наше царствование и наше священство во Христе. Алила Слава Богу, да поможет нам в этом Господь. Отец, мы благодарим Тебя за все, что Ты нам открываешь и показываешь. И мы полагаемся, что то, что Ты нам откроешь, Ты и восстановишь, и проявишь в наших жизнях. Отец, молимся, чтобы Ты дал нам Твою помощь и благодать в том, чтобы нам идти и продолжать, завершая Твое дело на этой земле, в это последнее время, так, как Ты это запланировал. Мы молимся, Дух Святой, чтобы Твоя сила помазания действовала через нас в любом месте, куда Ты послаешь нас, достигая людей Царством Божьим и принося им освобождение. Во имя Иисуса Христа. Аминь.